всем привет с вами артем и сегодня я нахожусь в москве да по делам пришлось ездить в столицу но у меня остался один свободный день и я решил его посвятить чему-то интересному а именно снять для вас видеоролик как вы понимаете в москву я приехал без термокороба яндекса без термокороба магнита и нужно было что-то думать поэтому у меня есть всего лишь рюкзак обычный стандартный также есть смартфон с помощью которого мы сегодня будем работать в сервисе пешкарики если говорить вкратце то вы скачиваете приложение проходите регистрацию после этого у вас доступны заказы которые вы можете брать и выполнять и получать за это оплату собственно я в москве список заказов вот такой да это с учетом фильтра потому что в приложении есть фильтр хоть и пешкарики но можно выполнять заказы и на автомобиле и на грузовом и на легковом в общем все в приложении есть я отфильтровал чисто для пешего потому что сами понимаете у меня рюкзак и метро видимо сегодня будет использоваться и вообще сегодня просто хотелось бы погулять показать вам москву что тут происходит но и заодно немного подзаработать честно скажу не так хорошо знаю москву чтобы брать несколько заказов выполнять их в совокупности вместе в принципе это реально сделать и меньше времени затрачивается и больше заработаете но я сегодня тестирую поэтому взял пока что один заказ после этого увидим в любом случае погуляю посмотрю и вам все это покажу если вам нравится то не забудьте поставить лайк подписывайтесь на канал все нужные ссылки есть в описании если хотите попробовать себя в роли курьера в пешкариках то ссылку тоже оставлю в описании в общем погнали на первый заказ несомненный плюс в том что можно выбрать заказ который тебе удобен по станции метро и по килограммам потому что я например сейчас не хочу вести какие-нибудь букеты клубнику я выбрал просто документы начинаем со станции метро точнее мцк зил и отправляемся в лужники приехал я на станцию метро лужники уже немножко прошел сюда за мной не лужники передо мной тоже не лужники но тем не менее я всегда вспоминаю то чувство из детства когда включаешь телевизор а там вот это вот играет и в общем прекрасно мне до клиента идти 20 минут пешком да не самый близкий маршрут но опять же все хорошие заказы разбирают быстро поэтому вот взял что взял я созвонился с клиенткой там нужно было предварительно позвонить все согласовали через 20 минут я подойду и сберу документы ну в общем пойдемте часть маршрута прошли были уклонны ну да такое тоже бывает часть маршрута прошли были около новодевичьего монастыря сейчас вот если вам видно там морского сити но нам не туда нам еще 10 минут пешком вот как раз светофор пойдемте дальше вот такой конвертик получил и сейчас едем отдавать после того как прибыл клиенту проставил что прибыл клиенту теперь нужно посетить адрес тоже прожимаем статус и все теперь нужно вести на вторую брестскую метро маяковская я пока ехал до адреса и вот сейчас мне тоже приходят уведомления заказы по пути и это на самом деле очень удобно когда сам сервис предлагает тебе то что тебе будет удобно и выгодно в плане маршрутов ну я к сожалению не успел на прикольный заказ за 500 рублей там слуховой аппарат у нас был туда-сюда отвозить но ладно посмотрим может быть что-нибудь будет дальше интересное пока едем по намеченному маршруту и надеюсь все получится но это первый заказ это первый опыт я я вообще не шарю тем более москва блин москва но на самом деле вообще прям красиво прекрасно и ходить одно удовольствие сейчас на метро придется ехать все таки сами понимаете москва хоть и не резиновая но размеры то удивляют поэтому метро это спасение москва Ну что, отдали документы, и на этой ноте я закрываю заказ и получаю за него. Ну, вы сейчас видите на своем экране. В общей сложности я потратил на этот заказ примерно час-десять, наверное. Ну, хотелось бы, конечно, побольше, но, опять же, я не профессионал, и много заказов, пока я ехал, я случайно упустил, так скажем, потому что другие курьеры забрали, кто шарит, поэтому нужны быстрые руки, быстрые пальцы, и быстро соображать это не как в Яндексе, да? Тебе каждый заказ падает подряд, и ты его выполняешь. Нет, тут нужно думать. Ладно, сейчас я погуляю по центру, и после этого где-нибудь посижу, перекушу, потому что я с самого утра еще не ел. Погуляю, а потом, если будет интересен какой-нибудь заказ, то обязательно его выполню. Взял еще один заказ со станции метро Бауманская. Я тут не был года два, наверное. В 21-м году я тут жил вообще три недели, и вот эти дома еще строились, тротуары были другие, в общем, все изменилось. Не самый, кстати, да, удобный заказ, но просто, чтобы поностальгировать, решил именно сюда скататься. Тоже документы, немного, ехать далеко, и сейчас еще идти 15 минут. Но прогуляюсь, почему бы нет, погодка радует. Ну, а второй заказ выглядит вот так. Там на другой стороне данные компании, я уж не буду ничего показывать. Ну, в общем, опять конверт, опять загружаем его в рюкзак и везем на другой конец Москвы. Да, вот так выглядит карта, куда я поеду. 50 минут, но я думаю, за 40 управимся, потому что я тут побыстрее иду, чем карты показывают. Ну, а сейчас наслаждаемся видом Москвы, Бауманской. Я ностальгирую, а вы видите то, что тут происходит сейчас. В общем, ладно, поеду отвозить конверт. Оплата за этот заказ уже намного лучше, чем за прошлый. Ну, а теперь едем на пятый дашь вот с этим конвертом и отдаем его на ресепшн. Ну, по крайней мере, так написано в приложении. Так и сделаем. Здравствуйте, может подскажете? Тут ресепшн. Скажем, просто не оставить. Я передам вам написать. Спасибо большое. Ну, вроде все записалось, надеюсь. И мы получаем за этот заказ уже 488 рублей, что намного лучше, чем первый. А выполнял я его, ну, плюс-минус так же, наверное, час-час десять. Здесь неплохо, неплохо. Да, сейчас ищу новый заказ и, надеюсь, он будет. Тут вот какой нюанс. Вы видите сейчас карту, да, если что, в приложении можно выбрать и карту, чтобы визуально смотреть, где заказы. И рядом со мной ничего нет. Рядом со мной ничего нет. И я не знаю, что сейчас сделать. Прогуляюсь тут где-нибудь. Может быть, что-нибудь появится. Либо поеду ближе к центру. В итоге заказ я все-таки взял еще один на Менделеевской. Да, не так близко. Полчаса ехать на метро. Но метро тут близко, поэтому все относительно хорошо. И заказ, опять же, остается где-то в центре. Не так далеко ехать. И обратно я, скорее всего, поеду уже в отель, потому что я его забронировал. Завтра уже в Нижний Новгород уезжаю. И, возможно, последнее. Может, вечерком еще возьму какой-нибудь заказ. Погуляю и посмотрю. Как и написано в приложении, никогда не забывайте паспорт. Потому что вот такой вот пропуск мне выдали на проходе. И сейчас мы едем на восьмой этаж, чтобы забрать документы. Так что паспорт не забывайте. Это нужно. Это важно. Ну, возможно, только в Москве, в других городах нет. Но вот чтобы такие пропуска выдавали, паспорт нужен. Ой, слишком был я похож. В общем, ехать нам полчаса до следующего адреса. И в целом, опять же, легкие документы в портфель убрались. Сдаем пропуск. Едем. Посмотрел по карте. Быстрее будет на автобусе. Даже на электробусе, скорее всего. Поэтому иду на остановку. Буквально 100 метров осталось. Вот отъезжал автобус. Электробус. Надо меняться. Электробус. Вот. На 532-м. Сейчас 10 или 15 минут ехать. И уже прибудем к клиенту. А идти потом всего 4 минуты. Поэтому ждем. 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 Ну и курьер вот так ездит. В целом норм. С кайфом на электробусе доехал. За, там, не знаю, 18 минут. Но с кондиционером. И за 28 рублей. Неплохо. Три минуты. Идти нам еще до торгового центра. Отдавать документы. Ну а теперь давайте подведем итоги. И я выскажу свое личное мнение. За последний заказ, кстати, 291 рубль я получил. И если утрировать, то каждый заказ я выполнял плюс-минус час. Но за первый я получил 280, за второй почти 500 и за последний 291. То есть в целом, если бы каждый заказ стоил как второй, то в кассе у меня было бы тысячи полторы. Но на момент съемки были заказы вот именно такие. И в итоге почти 1100 рублей на балансе за плюс-минус 3-3,5 часа работы. Что я могу сказать? В целом можно работать. Потому что я сегодня не использовал ни термокороб, и вообще в целом никто не знал вокруг, что я курьер, кроме тех, кто получал и отправлял посылки. В целом с рюкзаком можно работать, и даже туда можно что-то запихать, если груз чуть побольше, чем документы. Да, сегодня прям все документы были, но я выбирал только из-за того, что у меня рюкзак полный. Ну то есть как бы я приехал не на пустых карманах, у меня там все забито вещами, и в целом у меня только туда умещались как раз документы. И с этим как бы проблем не было. Ни получатель, ни отправитель, никто не косячил. И, наверное, стоит сразу сказать о нюансе, то что в заказе именно в адресе и в отправителе и получателе часто стояли просто торговые центры, либо бизнес-центры. И там непонятно куда было идти, приходилось в любом случае звонить. Вообще, по-моему, по правилам сервиса нужно звонить заранее, сообщать, но в комментариях нигде не было указано, чтобы я прямо вот точно звонил. Поэтому я как приезжал на место, созванивался, и в целом мне все отдавали, все забирали, с этим проблем не было. По оплате я уже сказал, что в плюс-минус за одинаковые заказы можно получить как 300 рублей, так и 500. То есть просто нужно ловить момент и выхватывать жирные заказы, но, к сожалению, их реально быстро разбирают. Поэтому тут нужно как бы быстро работать пальцами, быстро работать головой, продумывать маршруты. И в целом это реально сделать, но у меня первый раз, поэтому мне немножко это не удалось, но в любом случае в целом это реально. И плюс приложения в том, что он подсказывает тебе либо удобные маршруты, либо если заказ находится недалеко от тебя, то в целом это можно увидеть в приложении и рассмотреть заказ как вариант. Также удобно, что есть комментарии, где указан груз, потому что некоторые заказы были вроде как удобные, но там написано букет плюс клубника, плюс это было, как вы понимаете, для меня не очень. Поэтому я их не брал, хотя в целом расстояния небольшие. Но насчет расстояний тоже хочется уточнить. Есть реально заказы через всю Москву за 300 рублей, а есть заказы через всю Москву за 600. То есть как бы тут тоже нужно смотреть, выбирать. Я не знаю, честно, кто устанавливает цену, но скорее всего отправители. То есть там в этом приложении можно зарегистрироваться не как курьер, а как контактное лицо, которое хочет отправить посылку или что-то. То есть я думаю, что цену, наверное, они как-то выставляют. Так что можно брать, можно не брать. Насчет Майя, там плюс-минус посмотрел в различных чатах, то сказали, что Майя плюс-минус не такой хороший по заработку. Но тем не менее в топе, если посмотреть, то люди вот такие суммы делают. И в целом, наверное, неплохо, если учитывать, что вы без термокороба, без чего, просто у вас нужен телефон и все. То есть как бы без каких-либо заморочек. Еще из плюсов хочется отметить, что моментальный вывод на карту. То есть я условно заработал, я без проблем могу сразу вывезти, деньги приходят и с этим тоже проблем нет. Как вы заметили, я, наверное, вообще не упоминал об этом видео, что есть тайминги. То есть да, у каждого заказа есть время, с которого его нужно забрать и когда его нужно доставить. У меня в этом проблем не было. То есть я брал по одному заказу и я, ну, плюс-минус понимал, что я доеду до определенного места за это время. Я всегда даже раньше доезжал, то есть даже до первого адреса, там нужно было с 10, я где-то в 9.50 приехал. Но как бы без проблем мне все выдали, все нормально. Но я думаю, что если какие-то моменты, то нужно заранее созваниваться там, либо опять же с правителями, либо получателями. Если вы вдруг раньше приезжаете, не делайте, как я, если что, вот такой момент. Также идеальный вариант, если вы вдруг отправляетесь куда-нибудь по делам, открыть приложение, посмотреть, вдруг рядом с вами есть заказ плюс-минус в то же место, куда вам и нужно. Можно и по делам съездить, и заодно подзаработать. Ну а для тех, кто хочет, так скажем, стабильности, то есть дежурство. Это плюс-минус как смены, есть на 4, на 6, на 8 часов, на 12, не знаю. Лично не проверял, поэтому утверждать не буду. Там оплата идет фиксированная, минималка, если вдруг вы не добиваете до этой суммы, там, по-моему, за 8 или за 6 часов. В общем, не буду утверждать, если вам интересно, опять же проверю, но в приложении я пока такое не тестировал. Так скажем, сегодня свободный слот. Сегодня был свободный слот, вот таким он получился. И вообще я понял, что пешкарики для тех, кто знает, как прокладывать маршруты, чтобы брать несколько заказов подряд, потом развозить их по клиентам, меньше времени затрачивать и больше за это получать. И в целом можно так сделать, запланировать, например, на следующий день, то есть взять заказы на завтра и уже по времени ориентироваться, какой нужно взять первый, чтобы отвезти второй, либо взять сразу два, отвезти сначала второй, потом первый. В общем, все нужно тоже продумывать, просматривать. Но плюс в том, что в приложении, я, по-моему, где-то в начале говорил, что есть время от станции метро. Ну, по крайней мере, в Москве это прям актуально, в других городах, ну, плюс-минус, наверное, тоже. Но все равно удобно, что ты понимаешь, что от этой станции тебе, например, 5 минут идти, от этой 15, от этой 20. В общем, чтобы плюс-минус понимать, как это распределить время, это, конечно, удобно. Что по заказам в других городах, не знаю. Лично вот сейчас в Москве проверил, если вам вдруг будет интересно, я проверю в Нижнем Новгороде, либо также как-нибудь, если буду в Москве, проверю в Москве. Так что пишите в комментариях, не забудьте поставить лайк, также подписывайтесь на канал, ну и на телеграм-канал тоже. Не забывайте подписываться, там выходит свежая информация и вообще в целом о моей жизни, поэтому будет приятно, если вы подпишетесь. Ну, и если вы хотите себя попробовать в пешкариках, то оставлю ссылку в описании, чтобы вам долго не искать. Ну, а на этом все, буду отправляться в Нижний Новгород, и, надеюсь, скоро будет много интересных видео. Опять же, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, до скорого, как-нибудь увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok